Исэфа, мы на чем остановились все-таки, какие у нас планы на сегодня? Я так понимаю, что на сегодня есть вопрос в том, что я говорю. Родовые травмы, значит, с начала и до конца. Потому что, что вы говорили на прошлой неделе, сейчас, я думаю, мало кто помнит. Орень и мать учения в любом случае. Ну нет, мы на той неделе на родовые травмы не говорили, потому что... Говорили про кефалогематому, еще про что-то такое, но это как бы... Ну точно так. Значит, надо поставить все точки над «и». Ну что, команда «Начать», да? Есть такая команда? Отключаю звук. Да, начинаем, Аркады. Хорошо. Итак, значит, в первых строках давайте мы все-таки определимся, что такое родовая травма. Потому что я так подозреваю, что, может быть, после нашего разговора у нас будет то же самое, что и с аутизмом. Все будет идти к родовой травме. На самом деле, это в любом случае не будет далеко от истины, потому что к родовой травме мы можем отнести все то, все те отклонения, даже, да, не повреждения, не там переломы, а все те отклонения, которые формируются у ребенка в период самих родов и в период, ну, наверное, где-то последнего месяца беременности. Сейчас я буду объяснять, почему мы так считаем. Так считают не все. Я думаю, что, ну, там и доктор Римма, и Давид, и Сефа, они присоединятся к этому, вот, к этой позиции. Значит, отклонения от чего? Давайте мы с вами определимся, что такое норма. То есть нормальное течение беременности в последние месяцы, нормальное течение родов. Но прежде чем мы это определимся, я хочу сказать следующее. Дело все в том, что, ну, скажем, предпосылки к родовой травме, они появляются, ну, наверное, можно их расценивать с периода зачатия. Почему? Потому что много, ну, скажем так, определенные вещи зависят от, первое, генетического фона родителей и их родственников. Второе, от состояния здоровья родителей в момент, ну, скажем так, зачатия или в момент, вот, процесса, скажем, когда родители, вот, планируют ребенка и так далее. Потому что наличие, скажем, алкоголя, наркотиков, курения во время, ну, скажем так, беременности, даже на ранних сроках, прием определенных препаратов, это все является моментами, которые определяют течение беременности. И в том числе течение этой беременности в последние недели, да, и самих родов. Дальше. Строение родовых путей матери, то есть ее конституция. Ну, мы имеем в виду, я надеюсь, вы меня поняли, что конституция, это не та, которая написана, да, как основной закон государства, а конституция, которая имеется в виду строение тела. Значит, узкий таз, определенные какие-то изменения в родовых путях, то есть матка, матчные трубы, влагалище и так далее. Это все подразумевает проблемы, которые возникнут потом. И это надо учитывать, во-первых, при планировании беременности, во-вторых, при подготовке к родам. Сейчас все более-менее достаточно грамотные. Сейчас уже в полях никто не рожает, я надеюсь. Вот, поэтому, в общем-то, об этом надо думать. Уже, я надеюсь, все поняли, что процесс беременности и рождения ребенка, это не то, что как Бог на душу положит, а ситуация, которая должна быть планирована, которая должна быть подготовлена и правильно все обставлено. Еще один момент, который не учитывается, но который оказывает очень большое влияние, это занятие определенными видами спорта. Вот это мы как-то вообще игнорируем, а это является моментом, который может повлиять. Например, ну, любители, особенно касается женщин, да, девушек, любители погонять на мотоцикле, любители конного спорта, скажем так, да, вот, любители определенных видов гребли, которые занимаются не просто там на лодочке покататься, да, я не это имею в виду, я имею в виду профессионально. Вот, ну, и некоторые другие там, скажем, будут вопросы, буду отвечать. Значит, почему? Они формируют, скажем так, изменения в костной структуре таза. Это особенно важно для тех, кто занимается этими видами спорта, ну, велосипед, велосипедный спорт в меньшей степени, но тоже, которые занимаются этими видами спорта практически профессионально. Значит, это надо иметь в виду. Теперь дальше. Идем дальше. И возвращаемся все-таки к норме. Как должны протекать в норме роды, как должны протекать в последние недели беременности. Значит, в норме ребенок должен находиться в головном предлежании. Что это значит? Это значит, он должен выстраиваться перед родами, ну, скажем так, в районе приближенных к началу родовых путей, в позе, ну, такого эмбриона. Сейчас я попробую это дело вам показать. То есть, не носом вперед это лицевое прилежание, это 200% родовая травма и очень тяжело. Он должен располагаться головой вперед, головой не лицом. И голова должна быть согнута. То есть, подбородок, так, сейчас у меня не видно, на подбородок, да, он притянут к груди. То есть, место, которым ребенок, ну, плов, да, новорожденный, прокладывает путь по родовым путям, это вот две теменных кости, вот эти, да, передняя поверхность двух теменных костей. Да, вот она, вот так вот он идет. Значит, несколько моментов, которые сразу, наверное, могут вылиться вопросы, я их озвучу. Во-первых, что делать, если ребенок неправильно, ну, не в таком положении лежит? Обычно акушеры стараются развернуть ребенка. Но делать это надо до момента, когда он подходит к родовым путям. Потому что, когда вот мама уже беременная, уже в родильном зале, вдруг выясняется, что ребенок неправильно лежит, его начинают экстренно переворачивать, это всегда родовая травма. Значит, он должен к этому подготовиться. То есть, его мышца, его скелет должен быть готов к началу. Поэтому это нужно делать, ну, хотя бы недели-две до предполагаемых родов. Это раз. Второе. Значит, если не удается развернуть ребенка, мы должны четко понимать, прежде всего, и должны понимать акушеры, что родовая травма неизбежна. Поэтому задача уже другая. Задача сделать ее минимальной, минимизировать, да? То есть, понятно, что если он выходит, скажем, негодичками, это лучше, чем если он выходит полубоком. Тогда мы вынуждены, акушеры, я имею в виду врачи, вынуждены прибегать к таким жестким методикам, как ломать ключицу и так далее, чтобы ребенок вышел. Или делать экстренное кесарево сечение. Не надо охать и охать. Это минимальное, меньшее зло, чем грубые повреждения, которые совершенно определенно приведут к серьезным родовым травмам, с которыми потом уже всю жизнь нам придется бороться. Значит, объясняю, почему именно такое положение ребенка в родах, ну, плода ребенка-в родах, является физиологичным. Значит, проход ребенка по родовым путям – это мощная физическая нагрузка на весь скелет малыша. Поэтому организм наш, ну, создателем, да, будем так говорить, устроен таким образом, что в определенном положении сила тяжести вдоль позвоночника располагается равномерно. Это очень важно, потому что сами по себе кости, они достаточно мощные, они способны выдержать довольно большое давление. А вот между ними располагаются хрящевые суставы, вот они выдерживают давление гораздо меньшее, чем вот организм способен удержать. Поэтому в положении идеально ровном, вот которым я показал, да, давление по родовым путям, когда ребенок идет, распределяется равномерно. И что получается? И получается, что это благополучно выдерживает. Это можно сравнить, я люблю это сравнивать, с подъемом тяжелого веса штангистами. Да, вот те, кто хоть раз видел, как спортсмены-штангисты поднимают тяжелые веса, и те, кто у кого-то, может, мужья занимаются, можете спросить. Они вам скажут, что основная задача – это не оторвать этот вес от пола, с этим легко справляются многие. А основная задача, когда вес поднимается, поднимать его идеально ровно. Потому что если он даже на миллиметр уйдет в сторону, кстати, можете попробовать это сами, когда вес на миллиметр хотя бы уйдет в сторону, вернуться обратно уже невозможно. Центр тяжести сместится, и мышцы не удержат. Вот этот вес, и штанга или что-то утянет мышечный скелет, утянет в сторону, и будет травма. То же самое происходит с плодом в родах. Когда он начинает даже на миллиметр сдвигать от вот этой прямой осевой линии, да, вот в таком положении, то есть голова даже чуть-чуть уходит, сила тяжести начинает ломать наиболее, или, скажем так, сдвигать наиболее слабые места в эскелете. А наиболее слабое место в таком положении плода является сочленение первого и второго шейного позвонка. И вот сдвиг происходит там, и как только этот сдвиг произошел, мы можем говорить о родовой травме. Почему? Потому что вдоль этих сочленений, вдоль этих позвонков, вместе с вот самими позвонками и мышцами, которые их удерживают, но удерживают слабо, значит, проходят сосуды и нервы. Эти сосуды и нервы питают кору головного мозга со всеми ее центрами, проходя как бы пучком через эти отверстия, которые там есть, и которые нарушаются по диаметру, диаметр уменьшается и пережимают часть этих сосудов. Вот в этот момент нарушается кровоснабжение и нервация коры головного мозга. Не всей, а каких-то определенных центров. Вот эти определенные центры, которые недополучают уже в родах питание, они начинают страдать. И те функции, за которые они отвечают, начинают отставать. Причем, чем больше, чем старше ребенок, тем больше это проявляется. Если травма минимальная, то может случиться ситуация, когда патология не очень значительная, ну, скажем, там немножко повышен тонус, скажем, да, в стопах, или там, скажем, ну, немножко глаза как-то вот, да, чуть-чуть косят, сдвигаются в сторону, со временем это может компенсироваться как-то и восстановиться без чьей-либо помощи. Часто говорят, вот, там ребенок так походил, походил, и вот все прошло. Но на самом деле это практически всегда, рано или поздно, сказывается в здоровье уже подростка. Где-то он начинает сильнее уставать, где-то начинает развиваться плоскостопие, где-то начинает очень рано снижаться зрение. И, казалось бы, да, вот ничего на полном здоровье, вдруг раз у подростка там зрение падает, о, начинают валить на компьютер, начинают валить на учебу и так далее, и так далее. На самом деле, если взять, допустим, 10 человек с одинаковым зрением, там через 2-3 года при равных условиях у трех, скажем, может это дело нарушится, вот, а у остальных будет нормально. Если мы вернемся к моменту родов, то мы поймем причину, почему это произошло. То есть это не с компьютером связано, а с повреждением шейного отдела. Теперь, возвращаясь, почему я говорю только о процессах родов, хотя в самом начале я сказал о том, что задействованы и последние недели беременности. Потому что родовая травма может вызваться не только прохождением ребенка, или вернее, не только, да, благодаря неправильному прохождению ребенка через родовые пути, но и при нарушениях каких-то в последние недели беременности. Каких? Ну, прежде всего, основным таким симптомом является гипоксия у матери. То есть нехватка кислорода вот в ситуации, связанной с колоплодными водами, с плацентой, с пуповиной. Вот как только плоду начинает не хватать кислорода, он начинает очень активно там функционировать. Ну, это примерно вы можете попробовать, каково плоду, если вы оденете целлофановый мешок на свою голову и плотно его завяжете. Через очень непродолжительное время вы начнете дрыгаться руками, ногами, головой и прочими частями тела, пытаясь это дело вот снять, потому что вы начнете задыхаться. У ребенка нет такой возможности, и довольно быстро начинают страдать органы, которые очень чувствительны нехватки кислорода. И самый чувствительный орган к нехватке кислорода это головной мозг. То есть, когда мы говорим о том, что вот гипоксия была, это практически стопроцентная родовая травма. Ну, давайте договоримся, да, что родовая травма, мы берем термин немножечко шире, да, уже вот я несколько раз говорил, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Значит, это первый момент. В чем может вызываться гипоксия? Вот, скажем, образа жизни матери. Вот если из каких-то инфекций, вследствие, да, вирус, микроб, он вызывает определенную интоксикацию, и ребенку требуется, плоду требуется больше кислорода, а у матери его не хватает. Неправильное питание матери, опять же, образ жизни, потому что и курение, сам по себе никотин, и тем более наркотики, они являются таким фактором, который вызывает гипоксию. Кроме всего прочего, гипоксия может вызывать какое-то физическое нарушение образа жизни беременной женщины. Ну, например, стрессы, да, однозначно стрессы. Поэтому, скажем так, семейные разборки на последних сроках беременности резко повышают риск развития родовой травмы. Дальше, физические перегрузки. Вот, да, вот, скажем, одно дело, там, мама будущая совершает там прогулки, то есть свежим воздухом гуляет, другое дело, она там заканчивает благополучный ремонт в детской перед родами, да, надеясь, что вот ребенок родится, он должен прийти в чистое помещение. Вот она там на последних днях уже там делает ремонт, я не говорю о том, что это краска и запахи, которые сами по себе являются таким фактором, вызывающим гипоксию, гипоксию, это еще и физические нагрузки, потому что, во-первых, ребенку не хватает, во-вторых, вследствие физических нагрузок он может изменить свое положение, да, потому что ему неприятно, ему неудобно, ему тесно, он начинает дергаться, крутиться и в конечном итоге переворачивается так, как не нужно это делать. Поэтому вот эти все вещи, ну, о которых, в принципе, наверное, написано много, но это никто не читает, и что самое печальное, думается, что вот все понятно, это касается всех, кроме меня, так обычно думается, да, и в результате мы имеем то, что имеем. Поэтому, ну, вот, наверное, может быть, для мам прозвучит достаточно жестко, но, тем не менее, мы вот пожинаем те результаты, которые создаем сами себе. Дальше. Значит, сами роды. Возникает такой вопрос, когда происходит вот этот сбой, да, во время прохождения ребенка, ну, я надеюсь, что вот ситуация перед родами, да, в последние недели, более-менее, понятна. Если будут вопросы, мы поговорим на эту тему. Значит, когда меняется вот это положение позвонков, когда нарушается, когда применяются руки акушера? Как только акушер прилагает руки в голове ребенка, который выходит, значит, это родовая травма. Что это может быть? Ну, это может быть, вот, да, они так обычно пытаются помочь ребенок где-то, да, вот, идет медленно, да, его начинают немножечко вытаскивать. Я уже не говорю о применении там различных приборов, типа, вакуума, которые, да, там, еще каких-то выдавливающих моментов. Я об этом вообще не говорю. Это тяжелая травма. Вот. Но, тем не менее, значит, сразу хочу сказать, что ребенок, дети, рождающиеся путем кесарево сечения, травмированы в 100% случаев. Почему? Потому что ребенок вытаскивается, так, две руки у меня в кадре, да, вытаскивается вот так. То есть, его, как бы, голову, да, иначе его не вытащить просто. Это процесс, процедура. Да, его немножечко складывают. И как только его сложили вот так, все, скажем, зона первого, второго шейного позвонка, она нарушилась. Понятно, что результат травмы будет меньше, чем, скажем, если ребенка там вытаскивают из родовых путей. Поэтому, если нет, скажем, да, выбора, то надо идти на кесарево. Вот эта вот ситуация, это не значит, что, ой, караул, вот, все, да, мы кесарить не будем никого, ничего подобного. Должны быть четкие показания. То есть, если есть риск, скажем так, некачественного прохождения ребенка по родовым путям, надо делать кесарево. Я не зря начал с особенностей матери, потому что, если мама, скажем, да, с узким тазом, и понятно, что ребенку будет тяжело проходить, его придется через этот таз вытаскивать, не надо этого делать, мы заведомо сознательно делаем ребенка травмированным, надо идти на кесарево. Будет травма? Будет, но она будет, ее последствия будут гораздо меньше, и с ними справиться гораздо легче. Значит, сейчас я попробую показать, я не знаю, насколько получится у меня на камере показать рентгеновские снимки ребенка, у которого получилось то, о чем я вам сейчас говорю. Так, Давид, как бы, ага, вот, я вижу, так, вот, да, я показываю, вот это череп, снимок сделан через открытый рот, это единственная, как бы, техника, позволяющая снять первый и второй шейный позвонок. Смотрите, вот это нижняя челюсть, да, вот это первый позвонок, второй позвонок, третий позвонок. Меня интересует, чтобы вы видели разницу в расстоянии. Вот это расстояние, вот оно, практически занимает, вот, ручку, указку, да, между первым и вторым, а это расстояние между вторым и третьим. Ниточка. То есть, что произошло? Ребенка потянули и практически, ну, оторвали, ну, так скажем, да, голову немножечко. То есть, да, просто потянули, оторвали. Значит, и момент второй, сейчас мы потом к этому вернемся. Ситуация та же самая, да, посмотрите, вот, ну, здесь это надо смотреть на расстояние сбоку, на вот, большое, видите, пятно, вот оно, щель. А эта щель практически минимальная. Аркадий, не видно, опустите. Это щель, вот она, да, я пытаюсь, видите, меня еще отсвечивает. Да, да, отсвечивает еще. Сейчас мы делаем так, чтобы менять. Я еще купила. Значит, щель вот эта, она значительно меньше, чем эта. Почему это произошло? потому что голова свернута на бок, вот как у цыпленка, да, значит, это дети, которые были рождены, это реальные дети, которые были рождены вот с помощью применения рук во время родов, да, то есть, ничего, их не тянули, ничего, просто повернули немножко, чтобы ребенок пошел сильнее. Но самое печальное в этой ситуации, вообще в родовой травме вот такого плана заключается в следующем. Дело все в том, что первые месяцы родов ничего не видно. То есть, вот эти дети, что я вам показывал, родились с диагнозом здоров и выписаны, вот доктор Римма говорила про оценку, которая, да, вот определяет, оценка по шкале, да, Абгар, которая определяет степень, ну, скажем, здоровья новорожденного сразу и через там несколько минут. Так вот, очень хорошие оценки были, все было замечательно. И обычно такая ситуация развивается следующим образом. ребенок выписывается с диагнозом здоров. Да, даже вот эти двое детей, которые я вам показывал, с оторванной головой и свернутой шеей, выписаны из роддома с диагнозом здоров. Они развиваются, их наблюдают, все замечательно. И вдруг начинается, где-то в три месяца внимательная мама начинает волноваться, что ее ребенок не держит голову и не переворачивается. Педиатр ей говорит обычно, да, что говорят обычно? Обычно говорят, ну, что-то хочешь еще рано, вот, давай подождем, но бывают дети, которых это все позже. Пять месяцев ребенок не переворачивается. Значит, начинают искать ленивых родственников и говорят, что вот, а, вот там прадедушка тоже там переворачивался, вот, там 10 месяцев начал вообще там шевелиться, вот, кто не понимает, что этот прадедушка, может, у него тоже было шея, не все в порядке, вот, а, может быть, забыли, когда он начал переворачиваться, он, наверное, в него. и вот где-то уже в 8, в 9, в лучшем случае, а то и в год, родители начинают вообще бить тревогу, потому что их ребенок уже в это время должен начинать ходить, он не сидит, он переворачивается очень плохо, у него не держит ничего, и вот тогда ставят диагноз ДЦП, и все на этом заканчивается. и начинают вот, так, так, вот так получилось, вот так получилось, ну, так получилось. Ну, примерно так же, как говорят, да, вот, достаточно большое количество наших пациентов, вот, было, 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 вдруг раз, и стал аутизм. С чего вдруг, вот, аутизм, все, до этого ничего не делали, диагноз поставили, и после этого ничего не делают, потому что это не лечится. Все замечательно. На самом деле, давайте мы с вами, вот, собственно говоря, наверное, я основная, я думаю, я не ошибусь, задача вот всех наших разговоров заключается в том, чтобы родители понимали сами, как это происходит, и что, на что, собственно говоря, обращать внимание. есть определенные позиции, которые, то есть, не бывает, ну, как преступление, не бывает без следа, нет идеального преступления, где не оставляется след. Самая задача их увидеть. То же самое у нас, не бывает патологии без симптомов, она должна проявляться. Вопрос только в том, как мы ее увидим. Значит, соответственно, как заподозрить, что есть родовая травма. Ну, во-первых, я вам не зря эти 40 минут рассказывал о том, что это вызывает. То есть, если вот то, о чем я говорил до этого, было, то, как бы ребенок здоровым не родился, мы должны четко понимать, что ребенок травмирован. Все зависит от степени. Это может быть сильная степень повреждения, это может быть какие-то мелкие элементы, которые могут пройти, могут не пройти, могут проявиться там уже в подростковом или во взрослом состоянии, но они будут. Дальше. Помимо всего того, что я сказал, есть еще два момента, которые родители пропускают. Но если роды затяжные, да, то есть, которые длятся там 15 часов, 19 часов, сутки и так далее, да, вот, что такое роды? Давайте мы определим, это не тогда, когда маму положили, вот она там через два часа родила, а до этого двое суток ходила, уже, когда воды отошли, и это были, как бы, да, не роды, это роды, то есть, роды, это состояние от момента отхождения вод около плодных до момента появления ребенка, когда он начинает кричать, то есть, до перерезания пополины. Вот это процесс, который мы фиксируем по времени, значит, соответственно, если этот момент долго, у нас были прецеденты, когда мамы говорили, что вот воды отошли, а доктора говорят, чего ты, типа, лезешь, тебе еще рано, у тебя еще срок не подошел, иди, лежи, это в лучшем случае, а в худшем случае, они вообще тормозят роды, это, я считаю, преступление против личности, преступление против ребенка, потому что это заведомо обречение ребенка на тяжелую родовую травму, возникает гипоксия со всеми последствиями, о которых мы говорили. Значит, довольно часто есть обратная картина, начинаешь у мамы спрашивать, а как выражали, ой, замечательно, а замечательно это как, ой, быстро, а быстро это как, да вот, отошли, он раз, как пробка вылетел из меня, я даже не успела толком почувствовать. Это ребенок с тяжелой родовой травмой, почему? Потому что, да, быстрое вот это вот продвижение, он не успевает, и шея не успевает, вот это вот слабое место, не успевает адаптироваться, его просто, да, вот если вы, ну, примерно представьте себе ситуацию, вы сидите на стуле, а над вами полка кухонная, да, и вдруг вам что-то там в попу укололо, вы подскакиваете резко, и стукаетесь головой о полку, что у вас будет шеи, ну, месяц в этом воротнике, да, гипсовом, вам обеспечен, то есть растяжение или вывихи, или еще хуже, там какая-то осколочный перелом, вам и с ребенком, вот, когда идут быстро и стремительно это называется роды, происходит то же самое, это 100% тяжелая травма, родители как бы довольны и счастливы, вот все быстро, мамочка даже вот не успела там поплакать, покричать, почувствовать, поэтому надо понимать, да, что крайности как в одну, так и в другую сторону, это в общем катастрофа. Итак, идем дальше, значит, если я не утомил народ, если меня в состоянии воспринимать, значит, давайте мы поговорим о симптомах, значит, есть определенные рефлексы, с которыми рождается ребенок, и эти рефлексы присутствуют у него до определенного времени. Ну, я вам несколько рефлексов сейчас расскажу, чтобы вы могли, ну, во-первых, ориентироваться сами, а не просто проверяются, во-вторых, очень важен момент их возникновения и момент их ухода, момент их прекращения. Ну, например, значит, самый простой и самый важный, наверное, рефлекс, это рефлекс сосательный. Если к новорожденному ребенку губам что-то поднести, неважно, это может быть сосок, это с молоком, это может быть соска, это может быть палец, это может быть ручка, это может быть, я не знаю, все что угодно, даже горько, он сразу начинает сосать. Это сосательный рефлекс, который проходит где-то к месяцам трём. Уже после трёх месяцев ребёнок всё в рот не возьмёт, он уже чё-то понимает, чё сосать, чё плевать. Значит, первое. Второй рефлекс, рефлекс пошаговый. Значит, вы берёте новорожденного ребёнка за подмышки жёстко и ставите его на твёрдую подставку, на стол, допустим, да, и ребёнок пошёл. Если ребёнок новорожденный поджимает ножки, это травма, однозначно, да, это родовая травма, причём тяжёлая. Нет пошагового рефлекса, значит, очень серьёзные проблемы в коре головного мозга. Сигнал на мышцы не поступает и где-то к 8 месяцам мы получим паралич. Дальше. Значит, следующий рефлекс очень просто, он определяется. Значит, ребёнок любой, да, удерживает в ручках предмет, да, что-то даём, сразу сжимает. Вот если постучать по тыльной стороне, просто пальцем посерединке, пальцы разожмутся, они будут веером. Вот этот рефлекс должен пройти к месяцу. Если он идёт дольше, то это проблема неврологическая. Дальше. Значит, ребёнок лежит на животе, и мы проводим пальчиком ему своим вдоль позвоночника, не по позвонкам, а рядышком, буквально полсантиметра в сторону, проводим, нажимая достаточно сильно, ну, так, чтобы, может быть, даже след остался. Вот, ребёнок выгибается, он делает такую спинку кошачью, да, вот так вот, вот, выгибается и возвращается обратно. Это рефлекс, который должен пройти тоже к месяцам двум с половиной, трем. Если он выгибается после трёх месяцев, это патология, уже совершенно точно. Дальше. Мы берём пятку, да, вот эта пятка, значит, вот пальчики, вот сама пятка, стопу мы берём, да, стопу, вот пальчики, вот стопа, и мы по стопе, вот пятки к пальцам, проводим большим пальцем, да, нажимая, и пальчики раздвигаются веером. Рефлекс так называемого Бобинского, да, они открываются веером. Если у новорожденного этого нет, это очень плохо. Это тяжёлая патология коры головного мозга. Если этот рефлекс задерживается после трёх месяцев, это тоже очень плохо. Это говорит о том, что кора головного мозга незрелая. Может быть, вследствие вируса, может быть, какого-то, может быть, вследствие какого-то недоразвития, но это недоразвитие коры головного мозга, и мы впоследствии будем иметь, ну, скажем, достаточно тяжёлое повреждение у такого ребёнка, да. значит, это то, что вы в состоянии проверить довольно легко. Я думаю, что если кто-то что-то не успел, то можно потом как-то вот это дело оформить, или в крайнем случае это называется рефлексы новорожденного, это можно запустить вот в нашу энциклопедию, отдельный такой, ну, главой, наверное, да, вот, потому что ещё есть некоторые рефлексы, менее значимые, но, тем не менее, они достаточно легко могут быть проверены сами родителями, то есть тут не нужно особо вот особого образования. Значит, дальше. Дальше мы наблюдаем за ребёнком, насколько он себе, как он себя ведёт и насколько грамотно он развивается. Ну, я думаю, что, ну, во-первых, по-моему, у нас доктор Рима там что-то частично говорила на предмет развития ребёнка первого года жизни. Вот, если надо, мы поговорим об этом уже с точки зрения не только питания, но и с точки зрения психомоторного развития, физического развития ребёнка, что он, когда он должен делать в норме. Значит, на что мы обращаем внимание? На его поведение. То есть, если ребёнок беспокойный, это патология. Если ребёнок плачет, и его очень трудно остановить, это патология. Если ребёнок, скажем, не очень готов лежать у груди, то есть, он не прикладывается к груди, не может сосать, я говорил, да, это отсутствие сосательного рефлекса, это патология, но, опять же, всё нужно делать с умом, да, если мама, ну, скажем, да, натирает себя для красоты каким-то косметическим кремом, допустим, из солей Мёртого моря, то ребёнок это молоко пить не будет, потому что оно горькое будет. Можете попробовать сами. Если мама, да, пьёт какую-то травку, вот, замечательную, которую ей, там, баба Маня посоветовала для того, чтобы молоко было лучше, то ребёнок это молоко пить не будет, да, вы будете считать, что он травмирован, потому что молоко горькое, на самом деле, от травок, которые сами по себе горчат. Поэтому всё нужно делать, ну, достаточно благоразумно. Дальше, мы смотрим по развитию, то есть, в определённые сроки развития ребёнок должен уметь делать определённые вещи. Ну, я не знаю, наверное, вот, может быть, мы этому посвятим отдельный разговор, чтобы не вываливать количество информации на головы бедных мам. И так, они, наверное, там, тихо сидят в шёте, по-моему, судя по тем лицам, которые тут мелькают. Значит, да, ИСФ, я думаю, мы отдельно эту тему поговорим, вот, именно, психомоторное развитие ребёнка там первых трёх лет жизни, да, уже вот, как бы, вот, под соусом именно ранней диагностики патологии. Можно, А? Можно, конечно, да. Значит, на что ещё надо обратить внимание? Ну, вот, понятно, что ребёнок должен вовремя. Какие глобальные такие вот отправные пункты, это держание головки, то есть голова у ребёнка должна держаться, да, и когда вы его держите, допустим, да, вот так, у него голова не падает, как свёрнутого цыплёнка, да, а так вот бодрячком, торчком она, значит, торчит. Второе, когда вы выкладываете его на живот, его надо выкладывать, и надо смотреть, как ребёнок держит голову, то есть он сначала держит голову, потом он опирается на локти и на ручки, и начинает ей крутить. И вот, к сожалению, поздно обращают внимание, вот на какой симптом, это на какой стороне ребёнок спит. Если он предпочитает повернуть голову на одну и ту же сторону, это патология. Вот, да, вот вы, допустим, он пойдёт налево, и повернули направо, он полежал, полежал, плюх, опять налево. Да, то есть выбирает одну сторону. Если вы его поднимаете, он держит, держит и заваливает эту голову постоянно в одну сторону. Это говорит о патологии, о том, что мышечный тонус в шейных мышцах разный, и соответственно, есть нарушения, которые говорят о повреждении центра коры, отвечающей за мышечный тонус. Если вы ставите ребёнка, ну, да, потом, значит, переворачивание. Понятно, что ребёнок должен вовремя начать переворачиваться и как бы сначала к этому стремиться, потом переворачивается, потом сидит, потом начинает, значит, приподниматься, вставать, ползать, ходить и так далее, всё это должен он делать вовремя. И ещё один момент, если постановка стопы, это даже вот в 6 месяцев вы его ставите, да, и он встаёт на цепочке, на пальце, то это патология, это повышение мышечного тонуса, которая говорит о родовой травме, пускай не очень выраженной, но тем не менее она есть. Ещё раз повторяю, любые отхождения от нормы, даже внешние, вот ребёнок родился, да, шишечка, опухоль, кефалогематома она называется, это родовая травма. Ребёнок родился, вот я уже говорю, глазки не фиксируются, плавающие, да, вот он как бы смотрит и они уходят, зрачки, да, вот это патология, это родовая травма, значит, косоглазие, это родовая травма. Дальше очень важно смотреть на такой симптом, когда между зрачком и веком белая полосочка, особенно если она на двух глазах, чаще она бывает на одном, это патология, это родовая травма, то есть на самом деле клинические проявления родовой травм много, вот, но не все они, скажем так, да, вот как я уже говорил, не все они страшны, но все они требуют в той или иной степени раннего лечения, и вот здесь очень важен момент, и да, и то, что говорит Давид все время, я тоже подчеркну, это не значит, что есть какой-то возраст, когда лечить поздно, не значит, лечить можно в любом возрасте, это значит, что чем раньше мы начнем лечение и коррекцию, тем быстрее ребенок восстановится, и тем меньше он будет отставать от своих сверстников, потому что если оставить это без лечения, то отставание от возраста она будет нарастать, ну, например, скажем, да, мы не начали, ребенок, скажем, сел там 8 месяцев, встал, скажем, в год, пошел там в год и 5, заговорил там в 3 года, то есть отставание его, да, вы видите, она нарастает, поэтому если мы вдруг в 3 года начинаем лечить, то нам придется больше времени тратить на то, чтобы восстановить вот этот период отставания, в котором он оказался. Значит, ну, на самом деле в разных аспектах о родовой травме можно говорить очень много, и я думаю о том, что вот такие две глобальные темы, как вот диагностика с точки зрения физического, да, психоэмоционального развития ребенка, это раз, и вторая тема, это лечение, потому что сейчас обрушится шквал вопросов о том, что с этим делать, значит, я думаю, что мы будем об этом на эту тему говорить отдельно, отдельную лекцию, может быть, даже следующую, потому что я планирую на следующую лекцию, вот, если не будет возражений в плане лечения родовых травм, рассказать о каждой методике отдельно, здесь остается полчаса практически, я не хочу делать из этого кашу, потому что методик много, методики, скажем, современные, есть совсем современные методики, поэтому для того, чтобы родителям объяснить, что это такое, чтобы объяснить, ну, а чтобы они могли, скажем, ну, в какой-то степени понять работу специалиста, вот вчера интересно так, да, делал крайнюю сакральную терапию, ну, надо было там такой достаточно тяжелый пациент, очень пожилой, вот, и вот когда закончилось, он стал говорить, знаешь же, какая интересная методика, вроде ничего не делаешь, а вроде ощущаешь, что вот надо мной что-то такое сотворили, вот вообще непонятно ничего, говорит, а что это такое было, и вот там где-то полчаса ему нужно было объяснять, что это такое было, потому что непонятно, поэтому я думаю, что, я не знаю, вот там Давид и Сефа, как вы, как организаторы, согласитесь с тобой. У меня единственный вопрос, значит, у нас в четверг Новый год, да, то есть наступают каникулы, там и прочее, я не знаю, кто как празднует, вопрос, будет ли народ в воскресенье готов, так сказать, вообще что-то воспринимать. я думаю, четверга до воскресенья, но я не знаю, вы решите сами, есть другой момент, там каникулы, там, в принципе, мы тоже, собственно говоря, вот дома, кто-то не работает, может, вы поменяете день, я не знаю, давайте мы с вами будем говорить не о воскресенье, а о следующем разе, вот когда вы решите, когда вы как бы обсудите и назначите дату, вот тогда мы поговорим о лечении, я думаю, родовых травм, вот, исключительно по методикам, потому что я сейчас могу вам наговорить схему, но на самом деле это будет просто, вот, ну, формальный сброс, скажем, да, а мне хотелось бы, чтобы меня поняли, и поняли таким образом, чтобы могли, ну, если не оценивать работу специалиста, то, по крайней мере, понять, что он делает то, потому что, когда мне говорят, что они пришли к остеопату, он там раздел ребенка и стал делать ему массаж и говорит, что это остеопатия, вот, там, супер новая методика, ну, понятно, что это выкачивание денег, и человек просто не понимает, что он делает, ну, дай бог, если он не навредит, а если, там, скажем, остеопат начнет крутить шею ребенка, вставлять ему позвонок, и вместо того, чтобы, скажем, снять тонус, делать из ребенка инвалида, ну, это уже никуда не годится, вот это родители должны уметь оценить, дифференцировать, мне так кажется, поэтому, и вот это вот я все хочу рассказать, и вот я смотрю по времени, но я не хотел бы все в одну пучу валить. Хорошо, Аркадий, мы сделаем список тем, которые у нас уже накопились, и решим там, что когда-то. Я сейчас вот две темы, мне хочется пропустить их именно вот как цикл, чтобы не разбивать, чтобы это в голове осталось, а там дальше вы уже смотрите по вопросу. Так, ну что, сейчас переходим к вопросам тогда. Ну да, да, давай. А меня слышно? Да, слышно. Пару слов я могу сказать? В прошлый раз я очень переживаю, мы не успели ответить на вопрос, парышня написала, спросила, почему кесарево сечение является родовой травмой. Ну, частично, доктор Аркадий сейчас как бы большую часть этой истории он рассказал о механическом травмировании, но для мамочек, у которых дети рождены путем кесарево сечения, я хочу добавить еще следующее, что когда ребенок готовится к родам, он проходит определенные процессы, в том числе и биохимические, и физиологические. Когда у нас речь идет о естественной родовой деятельности. Когда мы говорим о процедуре кесарево сечения, это искусственно вызванные роды, назначенная дата, и поэтому большое количество процессов не запущено, в том числе и физиологические процессы у мамы, но и, естественно, все процессы у ребенка, они как бы вынуждены в стремительном, в штурмовом варианте начать работать уже после рода, после самого процесса. Поэтому такие дети всегда очень отличаются от обычных детей и по темпам развития, и по степени развития. И следующий этап, когда вы это увидите, это будет подростковый период. Если есть вопросы по детям, рожденным кесарским способам, вы напишите, пожалуйста, можете написать, и уже там можно будет подробно я там напишу, распишу, какие у вас могут быть сложности. Но это надо обязательно иметь в виду, что травма не только механическая, но и биохимическая, и метеорологическая. Все. Да, тут вот есть в чате вопрос. У ребенка 5 лет при обследовании МРТ головы была обнаружена нестабильность С1-С2. Мне пояснили, что это родовая травма первого, второго шейного позвонка. Так ли это? И что представляет из себя нестабильность С1-С2? Значит, вот это то, о чем я говорил. То есть, сейчас я вам покажу. Значит, первый шейный позвонок, он устроен немножечко по-другому. Он такой, он похож чем-то на знак бесконечность, да, вот такой, только без перепонки. А второй шейный позвонок, да, вот он в это отверстие, которое, да, вот такое. Сейчас я попробую нарисовать, вот, чтобы это было понятно, да. Значит, вот у нас, вот у нас, смотрите, так, вот, да, первый шейный, да, вот это вот отростки, а вот это вот его, как бы так сделать, чтобы было видно, да, да, вот, ну, в стиле Сальвадора Далее, я не художник, но тем не менее, да, вот, а второй шейный позвонок, вот, они немножко по-другому. Он уходит вот так, да, то есть, вот он вставляется, и вот все повреждения идут вот здесь, вот я подчеркнул, вот они. и нестабильность, она заключается в том, что вот этот вот вход, он шатается, да, он может уйти туда, может уйти туда, и в разных моментах его движения это нарушает функцию кровотока, то есть это вот, ну, скажем, та родовая травма, последствия которой, ну, может быть, не, ну, не настолько там, ну, не ДЦП, скажем, да, какие-то другие нарушения обязательно будут, поэтому, в принципе, диагноз поставлен правильно, весь вопрос, что с этим делать, но вот об этом мы будем говорить. То есть, нестабильность первого, второго, это, ну, еще его называют иногда подвывих, то есть сдвинуто, но не так, что вот, как я показывал, да, выдернуто, а именно вот немножко сдвинуто по оси. Еще что-то там есть? Вопросы нету, в чате больше вопросов нету. Да, очень интересно было. Ну, вот вопрос. Можно ли считать роды стремительными, если с момента отхождения ввод до самих родов прошло ровно два часа? Второй ребенок. Врачи говорили, что это норма. Ну, это, скажем так, не стремительный, но быстрый. Ну, это где-то верхняя граница. Это быстрые роды, да. Да, вот у меня... Быстрые, это надо смотреть за ребенком, потому что могут проявиться какие-то вот мелкие нарушения. Да, это все равно отклонение от нормальных физиологических родов. где-то в среднем, ну, что родящий, нормальный род, ну, где-то часов до 4, может быть, 4 там и выше, вот, а первое, ну, 6-8, вот так, может быть, даже 10. Я спрашиваю, это критерия, по которым можно определить профессионал о степени. об этом мы поговорим, потому что там критерии не только остеопата, там еще о мануальной терапии, о крайне сакральной терапии, о массаже, о разных видах массажа, о грудном плавании, которое великолепно, то есть там можно говорить очень долго, поэтому это отдельная тема, и критерии качества мы будем говорить. Единственное, что я вам могу сказать, это то, что если вы сейчас проходите такое лечение, то я могу проконсультировать таким образом, у нас уже это было, вы делаете ролик, сеанса, и посылаете мне, и вот, ну, я понимаю, что это достаточно приблизительно, но по определенным каким-то нюансам я могу, ну, скажем, с большой долей вероятности определить, ну, по крайней мере, стоит продолжать лечиться у этого специалиста, или там, ну, совсем уже не то. Поэтому давайте пока вот так. Еще вопрос. Если схватки вызывали искусственно, чем это опоконит? О чем говорил доктор Рима, да, конечно. Весь другой вопрос, почему? То есть, если это перенашивание беременности, надо на это обратить внимание, почему не было родовых схваток. Да, если это перенашивание беременности, то понятно, что вызывать надо, но это уже родовая травма, это уже гипоксия в процессе, поэтому это как раз вот то, о чем я говорил, больше или меньшее зло. То есть, зло есть, но, скажем, если ничего не делать, будет хуже. поэтому приходится идти вот на такой шаг. А если это все вовремя и просто там родовой бригаде надо идти отмечать Новый год, они вызывают, то это, конечно, преступление, это не нормально. Спрашивают про то, когда у нас будет иглорефлексотерапия. Ну, это мы сделаем план, тогда будет известно. Подождите, у нас это где? В центре в нашем? Если вот конференция по иглорефлексотерапии. Вот она и будет, а что хотят? Как правильно иголки вставлять? Ну, это надо знать, куда их вставлять. Как их вставлять правильно? Это не... Что вы рассказали? Да нет проблем, я вам даже покажу. Весь вопрос в том, не как их вставлять, а куда. Вот у меня... То есть иглорефлексотерапия, вы хотите ее просто включить во все методы, так сказать, лечения... Конечно, это точный массаж, это вид точного массажа, и на этом на ближайшие конференции, ну, так скажем, на ближайшие, да, я не хочу по времени сказать. Мы об этом поговорим, и я даже покажу, как это делается. Вот, пожалуйста, нет проблем. Это очень просто. Сложно выяснить, куда вставлять. Вот это... Этому надо учиться. Да, вставить-то легко можно, а вот при степени вред этим, а вот тут это вот, да. У меня абитуриенты, вот люди, которые хотят учиться, вот подходят, говорят, а вы можете научить, как вставлять иголки? Я говорю, без проблем, прямо сейчас. Вот, но зато научиться, куда их вставлять, вот это надо минимум полгода. Хорошая, хорошая работа, такой, напряженное обучение. Вот, вот еще вопрос появился, что тоже стремительные роды. Сейчас ребенок в 3,5, череп у него неправильной формы. Может ли это быть причиной проблем, которые сейчас у ребенка за ПР? Конечно, это не может быть, а это и есть причина проблем. Это и есть основная причина проблем, потому что вот в момент прохождения быстрого, вот произошло то, о чем я говорил, то есть давление на кости черепа, они поменяли, плюс внутричерепное давление было нарушено, несоответствующее, все это изменило, конечно. Вопросы есть у нас сегодня? Или уже все? Ну, тут вопрос, Лена, насчет кровоизлияния у меня промелькнул. Да, конечно. Гипоксия может вызвать... Вы должны понимать, что кровоизлияние в мозг – это острый инсульт. Поэтому, да, конечно, гипоксия, недостаток кислорода, нарушение стенок сосудов, и, да, конечно, кровоизлияние может быть. Большое, маленькое, микро-кровоизлияние, но вполне возможно. Мы договаривались, что у нас будет отдельная тема по кровоизлиянию. Ладно. Так, вот проходил с раскрытием на седьмом месяце три недели, считается лет родовой травмой. Далее вызывали роды, ребенок родился с 30 минут, ягодичное предложение. Но мне это прям слышно, он уже слушает. Тут целый бюкет. Целый бюкет. Я думаю, что вызвали роды именно как раз поэтому, видимо, было раскрытие, пошла гипоксия. Причем, вот я не сказал, да, вопросы не задают. Вот в момент гипоксии, когда ребенку не хватает, он начинает вот там активно крутиться, возникает еще момент, который связан с обвитием пуповины, да, пуповина закручивается и гипоксия нарастает еще больше. То есть тут как бы тоже, да, ситуация требующая очень быстрого вмешательства. Я вам еще раз хочу напомнить, что не всегда врачи, делающие вот такие вещи, приводящие к травмам, делают это, ну, вот просто потому, что они вот это делают. довольно часто, они вынуждены на это пойти. И вот то, что мама пишет, ей вынуждены вызвали вот эти стремительные роли, видимо, это был тот случай, когда ребенка надо было просто спасать, он просто погибал, он задыхался. Поэтому его как бы вот выкинули побыстрее. Но понятно, надо понимать, что это, конечно, родовая травма и достаточно тяжелая, видимо, потому что много факторов сложилось негативно. Да, плюс еще недоношенность. Ну, вот это вот все, конечно, это все. Тут еще есть вопрос, Аркадий. Была гематома, где, я же не выключаюсь, была гематома, где, у кого, если гематома была у папы, это не важно, если гематома была у мамы на голове, в принципе, это, ну, если это не стресс, это тоже не важно. У плода, ну, во-первых, интересно, как это определили, во-вторых, тоже, что гематома, гематома, это, ну, это синяк, грубо говоря, да, то есть, чего он возник, может быть, это связано с определенной концентрацией гемоглобина, может быть, это связано с определенным нарушением проводимости стенки сосудов, то есть, это может говорить о патологии, но это не обязательно вариант родовой травмы, это может говорить о патологии внутренних органов каких-то, или системы крови, то есть, это надо смотреть, надо обследовать сейчас, взять анализ, по крайней мере, на свертываемость крови, на содержание, концентрацию тромбоцитов, я думаю, может, там доктор Римма еще добавит, может быть, я что-то не учел в ответ на этот вопрос. Вот еще вопрос, подскажите, пожалуйста, субэндоминальная киста после родов, это следствие кровоизлияния? кровоизлияния? Да, это кровоизлияние, то есть, оно образовалось под оболочкой, как бы, да, то есть, не в коре, оно, ну, вот, грубо говоря, как синяк, как гематома, оно там сконцентрировалось и застыло. то есть, вот, ну, скажем, методами нашего центра, я думаю, достаточно быстро можем ее рассосать, наверное, это как раз тот случай, когда это, ну, наверное, более благоприятное, чем вот вот острое кровоизлияние, то есть, это локализовалось в одном месте и не распространяется дальше, по крайней мере, пока, но в этом случае надо очень беречь ребенка вот травм головы, сразу предупреждаю, она может локнуть. То есть, как быстро делать с ребенком, чтобы были минимальные последствия при родовой гипоксии? Значит, надо начинать, это как-то понимать, после родов или до родов? Ну, это вопрос от мужчины, то есть, видимо, от папы. если это после родов, то надо начинать максимально... Сразу после родов, первую минуту. Да, по схеме надо начинать сразу лечить, и схему мы озвучим в следующий раз, потому что, ну, физически невозможно. Вот. А если это во время родов, ну, вернее, до родов, то это надо смотреть, в чем причина этого. на сроках беременности в 12 недели и 21 неделю берут кровь на меркеры, наверное, имеется в виду маркеры. На маркеры, да. Маркеры чего, во-первых? Было расхождение, отправили в генетику. Насколько эти маркеры показательные, стоит ли это оценивать, как возможно, из-за первого ребенка? Маркеры чего, в первую очередь? Я думаю, если генетику, то, скорее всего, это на синдром Дауна. Синдром Дауна? Ну, если на генетику отправили, ну, это надо узнать. Да, и по срокам, да, берут в это время на синдром Дауна. Да, надо ждать результатов генетики. Это крылья. Они вероятностные, то есть, нужно смотреть, какова вероятность. Вот у меня, например, во время четырех беременности было очень интересно. Когда я была беременна мальчиком, то эти маркеры были очень низкими. Когда я была беременна девочками, то они резко вырастали. И вот, например, с младшей дочкой меня даже гоняли там по всяким дополнительным анализам, хотя я упиралась, сказал, что я все знаю, мне и так хорошо. Вот, но нервы потрепали. Но если есть большие сомнения, то можно делать такой анализ, который называется амниоцинтоз. это берут околоплодные воды, тоже довольно травматичный такой тест. При этом там довольно грустная статистика, то есть, там одна из ста беременностей после этого теста заканчивается гибелью плода. Но если уж очень прям вот это беспокоит, то возможно, что это и вариант. да, это прокалывание плаценты. Вот меня с младшим ребенком на такое пытались отправить, но я сказала, что простите, что родиться, то и будем воспитывать. Но это мое личное как бы убеждение, у каждого, естественно, свое собственное. Рокоди, это ваши собаки там в роду. Ну говорят, что время наше истекает. В общем, да, они, наверное, уже им надоело. Ну, они четко фиксируют время. Ну, хорошо, вот Наталья пишет, сделали тест, замечательно. Да, ну повезло. Все нормально, да, но это, так, ну тихо, этот процесс, он как бы не в ста процентах, то есть, как повезет. Ну, насчет того, что все нормально, вероятно, на основании говорится, нет. Нет, но имеется в виду именно вот в этом, то есть, имеется в виду в этой сфере, в сфере генетики, не в сфере родовой травмы. Значит, еще раз, для тех, кто не понял, генетический анализ, включая омниоцинтез, это обследование на генетическую патологию. Она никакого отношения к родовой травме не имеет. Она может быть, может не быть, потом, кстати, больше вероятность она будет, потому что это травматично для плода. надо понимать, что если есть риск, есть подозрение, то, конечно, тут нет выбора. Вот, а насчет амниоцинтеза, что его действительно делают под УЗИ, но как бы дело не в этом. На УЗИ, меня в свое время объяснили так, что на УЗИ не всегда виден кишечник, и если игла проколит кишечник перед тем, как попасть внутрь плаценты, то туда просто попадает кишечная микрофлора и заражает околоплодную воду, и ребенок погибает, или погибает, либо получает тяжелейшие повреждения, именно инфекционные. Ну и потом еще один момент, помимо того, что виден, не виден, ребенок вообще имеет тенденцию шевелиться, и дерзаться. А еще и не шевелиться. Самым неожиданным образом это невозможно, то есть это возможно увидеть потом, когда уже это случится. поэтому... Ну и короче, такой тест существует, как бы многие проходят, кто-то теряет на этом беременность, заводят потом новую, кто-то рожает как есть, в общем, короче, кому как повезло. Ну, это надо понимать, что должны быть причины, достаточно веские причины это делать. Ну, нет, причина — это высокая вероятность вот в тестах на маркет. Да-да-да-да-да-да-да. То есть, если, скажем, все-то сомнительно, то надо просто повторять маркеры и не идти на край. А уж если маркеры стабильно высокие, то да, конечно. Ну вот я говорю, у меня была интересная корреляция, то есть, если был мальчик, то они были низкими, там вообще просто не возникало, вот девочки вдруг давали такие маркеры. слава богу, обе девочки разделись без синдрома Дауна. Нет, такие девочки. Так что, ну, поэтому они и дают вероятность, то есть, как бы, это не абсолютный тест, а это некая вероятность. Да, я знаю. Да, потому что это уже называется, простите, старородящие, это резко повышает риск возникновения синдрома Дауна, поэтому ну, тут что делать? Все должно делаться вовремя. Ну, Аркадий, вовремя, не вовремя, но когда, так сказать, рожается, тогда и рожаем, что делать, да? Ну, тогда и обследуемся уже. Ну, смотрите, мне как бы проще, я уже к 40 годам, слава богу, это был четвертый ребенок, я уже хорошо знала, что к чему и зачем. И мне было совершенно нетрудно сказать доктору, что я не пойду. Шеф, нашему, скажем, нам, в этом плане, может быть, тоже повезло, потому что мы у них есть, они всегда могут проконсультироваться. У нас, нас не было, поэтому мы сами доходили. Мы сами доходили. Есть вопросы еще какие-то? Есть вопросы. Вопрос о том, когда Бог дает, тогда рожаем. Значит, Бог дает, но он дает вообще нам мозги для начала, поэтому давайте все-таки думать о том, чтобы не нарываться на родовые травмы. Вот я с этого начал, потому что, смотрите, дает, все замечательно, все хорошо, но мы должны думать о том, что мы в ответе за вынашивание ребенка, за то, как формируется плод, как он рождается, что идет с ним потом, мы в ответе, поэтому, если люди не готовы отвечать за то, чего им Бог дал, то, значит, вот... Аркадий, мы уже перешли в другую область. Я не про, вот, конкретно там, да, говорю о нас, я говорю вот про, может быть, про молодежь, потому что не все понимают, да, вот, забеременели, отвечают все там, доктора, педагоги, бабушки, дедушки, все, кому не лень, кроме нас самих. Но, тем не менее, вот я сказал, да, что ты встречаешь, идет там, кормящая мама, заведомо, да, с сигаретой, с пивом и прочее, и прочее. Ну, как он может вырасти нормальный, здоровый ребенок. Ну, поэтому, Бог богом, как говорится, да, кесарю кесарю, поэтому. Ну, Аркадий, у нас тут в Израиле, вы сами знаете, те, которые в 40 лет рожают, то, что Бог послал, они не курят и пивни пьются. Я не про Израиль говорю, здесь как раз все, все понятно и все достаточно, вот, я говорю вообще, вот, о ситуации, нас же смотрят, со всего мира, и что самое интересное, нас смотрят еще и бабушки, вот, поэтому, как бы, да, ставить молодежи мозги на место, это не помешает иногда. Давайте мы это дело вынесем в отдельную лекцию, если хотите, на тему, так сказать, моральной промывки мозгов и постановки. Молодежь, гонок, кстати. После этой лекции на нас половина, ну, третья обидится, скажем. Потому что, если я буду говорить, то я, вы знаете, да, я достаточно жесткий, я говорю все своими именами и своим языком, поэтому, меня лучше не допускать до этого. Так, время, господа. Всем спасибо, сегодня еще встречаемся вечером, в 6 часов. Спасибо огромное, очень было интересно. И опять же, да, в заключении, я наш рефрен хочу сказать, секунду, прежде чем я отключусь, что все вопросы, пожалуйста, давайте обсуждать до того, как уже какие-то действия сделаны, да, сначала спрашивайте, вот, без стеснения, а потом мы уже с вами будем обсуждать, чего делать. Это, наверное, позиция не только моя, но и всех наших докторов. Пожалуйста, обращайтесь, только обращайтесь, вот, именно за вопросом, за советом, они, как мама есть, вот я дала антибиотик ребенку, а я правильно дала или неправильно. на это мы закончим, да. Всего доброго всем. До свидания. Таня. Субтитры подогнал «Симон»